Всегда, рано или поздно, у всех появляются проблемы с выбором аниме. Тут я могу вам помочь. Классика, никогда не стареющая и так нравящаяся шкалоте, это Этти. Ну вы знаете, это там, где показывают на навязчиво разной степени откровенности эротические сцены. В общем, не буду вам надоедать и перейдем к топу. Единственная просьба, подпишись на канал и на мой телеграм-канал. Приятного просмотра. Десятое место. История покорения знаменитого горячего источника в другом мире. Йоси Цзаюкава, неутомимый поклонник горячих источников. Разыскивая очередной бриллиант, а точнее горячий источник, скрытый природой где-нибудь в труднодоступном месте, он поскользнулся и погиб. Только Йоси Цзо не умер, а силами богини Инари был переуплощен в другом мире. Придя в чувство, Йоси Цзо первым делом решил принять ванну в горячем источнике, который удачно подвернулся под руку. Компания ему составила жрица богини Инари по имени Моюдама, а там к ним присоединилась и девушка-эльф. В общем, посмотрите, если подобное нравится. Девятое место. Класс для героев. Герои могут быть известны не только тем, что победили короля демонов. Например, один такой герой взял и создал специальную академию, которая смогла бы воспитать ему достойную смену. Одной из лучших учениц академии стала Арнейс Флеймен, которая за свои успехи в управлении огнем получила прозвище Императрица Пламени. Она по праву гордится своими достижениями, поэтому ее раздражает легкомысленный ученик Блейд, недавно переведенный в академию, который, кажется, ничем не служил оказанную ему честь. А честь ему оказана и немалая. Мало того, что этого выскочку вообще приняли в элитную академию, так еще и назначили саму Арнест, ему сопровождающая. Конечно, мирно два перспективных героя не разойдутся. Арнест и Блейд посоревнуются, чтобы доказать друг другу, кто лучший. Восьмое место. Богиня жаждет игр. Однажды высшим богам стало скучно, и они решили создать лучшую во всей вселенной интеллектуальную игру. Правда, на название у них фантазии не хватило, так что свое детище они прозвали Игры Богов. Ризы, бывшая богиня, едва проснувшись от долгого сна, тут же заявила, что хочет видеть главного игрока этой эпохи. Им стал Фейтеофилиус, многообещающий 17-летний парень, прозванный лучшим в мире новичком. Правда, игра с богами – испытание суровое, и за тысячелетие человечества так и не одержало ни единой победы. Но теперь надежда есть, ведь наш гениальный геймер на парус бывшей богини как никогда близкий к тому, чтобы размочить счет этого неравного противостояния. Седьмое место. Треугольник Аякаши. Аякаши – это сверхъестественные существа, невидимые для большинства людей. По природе своей Аякаши безвредны, но некоторые из них могут напасть на человека, чтобы забрать его жизненную силу. И вот с этой напастью и борются ниндзя-экзорцисты. Молодой экзорцист Мацури из престижного клана. Считает всех Аякаши опасными и старается защитить от них подругу детства Судзу, ведь она – медиум с мощной внутренней силой, что привлекает особо агрессивных существ. Однажды король Аякаши по имени Сироганы пытается погласить Судзу, но на помощь приходит Мацури и запечатывает врага. Правда, Аякаши в последний момент успевает превратить отважного защитника в девушку. 6 место. Герой мертв. Далеко-далеко на севере находятся врата Ада. Именно через них король демонов со своей армией пытался завоевать мир. Но благодаря всем известному герою Шиону и его верной команде врата были запечатаны, а угроза устранена. Только вот, к несчастью, печать-то была не закончена и начала ослабевать, а там и демоны подоспели. Судьба родной деревни очень беспокоила эгоистичного фермера из врачу Гутоку, и потому он накопал ям-ловушек, чтобы защитить от демонов всех и вся. Правда, в одной из них свою смерть нашел отнюдь не демон, а тот самый герой Шион. Очень кстати, рядом оказалась некромантка Анри. Не в силах оживить Шиона, она успешно запихала в его подгнивающее тело душу Токи и потащили его к вратам. Подруга же детства Токи, Юна, тоже не смогла остаться в стороне и увязалась следом. Короче, теперь судьба всего человечества в руках этой незадачливой троицы. Пятое место. Храм. Никто не может жить в одиночестве. Трудолюбивый и ответственный студент Аки Митсу ведет здоровый образ жизни. Прилежно учится и ни на секунду не задумывается о любовных отношениях и постыдных земных страстях. Он ясно уверен в том, что его ждет прекрасная жизнь и в полном одиночестве. И тут, как гром среди ясного неба, в его жизни появляется милая незнакомка, которая открывает в нем давно сокрытое чувство. Чтобы освободиться от вульгарных мыслей, не выходящих у него из головы, Аки Митсу отправляется в монастырь постигать буддизм и просветление. Однако выясняется, что церковь женская, так что парень оказывается в безвыходной ситуации. Придется ему взять всю волю в кулак, подавить в себе порывы страсти и найти путь очищения в кругу молодых служительниц храма. Четвертое место. Мистика. Юные девы и загадочное исчезновение. Непостижимое вокруг нас. Таинственное пронизывает реальность, но зачастую так и остается незамеченным. Люди проходят мимо, списывая необъяснимые события на что угодно. Случайности, болезни, ложь или полностью отрицают тот факт, что столкнулись с чем-то, что не вписывается в общепринятые рамки. Соприкоснувшись с неведомым, бывшая писательница Сумирека не захотела прикидываться слепой и глухой и отказалась забывать о случившемся. Ведь она, наконец, ощутила забытый уже вкус к жизни и почувствовала прилив так необходимого ей вдохновения, чтобы снова начать писать книги и публиковаться. Проводником к сверхъестественному стал для нее ее крайний загадочный коллега, Рен, настоявший на том, что он якобы фанат ее творчества. Однако он подозрительно много знает о всякой потусторонней чертовщине, слишком дерзок для настоящего поклонника, да и вообще очень странный тип. Третье место. Раб спецотряда демонического города. На земле одновременно появились две таинственные сущности. Персики, особые ресурсы, дарующие женщинам сверхспособности, и странные порталы, откуда в наш мир начали прорываться монстры. Чтобы противостоять появившейся угрозе, правительство организовало специальный антидемонический корпус, состоящий из женщин, разделенных силами персиков. Старшеклассник Юки всегда старался держаться от всего этого в стороне, но тут, по иронии судьбы, его угораздило оказаться прямо на месте открытия портала. Ему, вероятно, было бы суждено там погибнуть, если бы его не спасла Кёка, лидер седьмого отряда антидемонического корпуса. Более того, девушка увидела в нем силу, с помощью которой он способен перевернуть ход нашествия чудовищ. Вот только, чтобы вступить в борьбу и спасти мир, парню теперь придется стать ее рабом. Кому нужны настоящие девушки, когда в аниме полно прекрасных 2D богинь? Именно так считает наш герой, ярый поклонник атаку культуры, глава и единственный член школьного клуба аниме и манги. Каково же было его удивление, когда на пороге его богом забытого клуба появилась самая настоящая 3D девушка. Да еще и не какая-то там тихоня, целыми днями проводящая за книжками, а заядлая косплейщица и страшная любительница пикантных нарядов. Более того, это чудо в перьях еще и вдруг просит нашего героя стать ее личным фотографом. Принципы принципами, но от такого предложения отказаться просто невозможно. И это только начало. После смерти бабушки Хаята возвращается в родной городок, чтобы уладить дела со своим наследством – маленьким винтажным кафе. У студента токийского университета нет времени на подобную ерунду, так что он решает снести кафе и отдать землю под парковку. Однако, к своему удивлению, он обнаруживает, что в кафе живут и работают целых 5 девушек, да еще и называют себя семьей бабушки. В конце концов, этим очаровательным созданием все-таки удается уговорить Хаяту не сносить кафе. Вместо этого парень решает занять место своей покойной бабушки и сделать из запущенного кафе процветающее место. Вот только об этом думать еще рано. Для начала им нужно хотя бы ужиться в шестером под одной крышей. Ну а на этом все. Пишите в комментарии, какие аниме этого жанра вам нравится больше всего. Не забудь подписаться на канал, а также на мой телеграм-канал. Там много интересного. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова